Это люди абсолютно различных должностей, это и обычные рабочие, операторы, аппаратчики, это люди из высших должностей, тот же Александр Капшель, это юрист-консульт Нафтана, также его товарищ Игорь Минц, тоже юрист-консульт, ведущий юрист-консульт Нафтана. И Анна Блаб, это люди, которые были, скажем, в управлении железной дороги, ребята с Гродно-Азот, операторы, аппаратчики, Сергей Шелест, Владимир Журавко, Андрей Пагирилло. Этих всех людей объединяло то, что они хотели перемен. Они хотели законными способами объединить всех рабочих, объединить людей и выступить против этой нелегитимной власти, показать свой протест. Жизнь! 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 Задержания происходили по всей Беларуси, практически во всех областях. Были подключены центральный аппарат Центрального управления КГБ Беларуси, а также ФСБ. Вот моего коллегу по Нафтану Александр Капшля задерживал ФСБ в России. Он ехал в поезде «Воронеж-Москва», он хотел вылететь в Варшаву, уже понимая, что будут задерживать, так как к нам пришла такая информация. И в поезде к нему подошли сотрудники, спросили документы, и он понял, что на станции его будут задерживать, на следующей станции. И он выпрыгнул с поезда в тамбуре, вскрыл дверь, выпрыгнул с поезда, сломал ногу, повредил руку, но, скажем, там его взять не удалось. Он смог добраться до границы, но, наверное, это было не совсем правильное решение, но что уже говорить сейчас. И вот там его задержали. Содержали сотрудники ФСБ и незаконно, без суда, без следствия передали его КГБшникам, которые уже вывезли его на территорию Беларуси. С сегодняшнего дня, 4 декабря 2020 года, я присоединяюсь к общей национальной стачке и поддерживаю выдвинутые требования. Справедливость на нашей стороне. Белыми нитками шьют их дела, о чем свидетельствует то, что, в принципе, их разбили по группам, и каждому инкриминируют определенные статьи. Кому-то и незаконный оборот оружия, кому-то к плевету, ну и всем добавляют измену государству. В принципе, все обвинение строится на том, что якобы происходил сбор данных с предприятий об обходе санкций, о положении дел на предприятиях, и это якобы передавалось заграничным спецслужбам, чего, конечно же, не было. Ну, на самом раннем этапе следствия, как только задержали, они находились в Минске в КГБ, в так называемой американке. И с ними там с некоторыми сняли кино пропагандистское, к ним применяли меры различного воздействия физического, в том числе и морального, чтобы выбить показания, мы это знаем. Позже дело передали Гомель, и они находились в СИЗО города Гомеля. Настроение у них, ну какое тут может быть настроение, все прекрасно понимают, что будут большие сроки, но, в принципе, мы знаем, что ребята держатся бодро, они верят, что скоро все изменится, и не жалевят, в принципе, о том, что вообще и чем, так сказать, они занимались, потому что, повторюсь, занимались они благородным делом, законным делом. Лукашенко и его окружение прекрасно понимают, что за счет работающего населения, в принципе, держится вся экономика и его режим. Если люди объединятся, смогут координироваться, сплотиться, то для Лукашенко это будет поражение, потому что все люди идут на массовую забастовку, ну просто-напросто все станет. Ему страшно, повторюсь, объединение, он всегда пытался нас уничтожить, нас разъединить, нельзя больше трех собираться и так далее. Почему так было? Потому что он боится, что люди начнут мыслить одинаково, координировать свои действия и идти вперед против него. Поэтому именно Центральное управление КГБ это и курировало. Они видят проблему, они видят силу в людях. Возможно, многие белорусы этого еще не осознали, но это предстоит нам осознать. Продолжение следует...